добрый вечер всем наша недельная глава это глава но глава но потоп и так далее и мы сегодня поговорим об одной вещи очень интересный по поводу разберем один метраж метраж который появляется в принципе в книге зоор зоор то медраж зоор то комментарий на торг вот и и там в книге зоор появляется один метраж и мы пробуем понять скажем так что ног обратился к всевышнему помиловать мир а всевышнему ответил как ответил то что где-то был типа раньше и мы пробуем разобраться с почему то есть есть во-первых почему всевышний не услышал вроде молитву ноха и все равно уничтожил во вторых то есть мы еще разберемся почему ног не считается таки как написано праведник но его считаю что не такой праведник короче попробуем разберется с поведением и придем к некоторым выводам которые очень важны нам и сегодня тоже так вот начнем с медраша зоор рассказывает нам что когда но вышел из ковчега и он увидел разрушенный мир после потопа как вы понимаете то он начал плакать и сказал всевышнему владыка мира здесь просто автоматически перевожу написано ты называешься милосердным ты должен был сжалиться над то есть милость над своими творениями ответил всевышний он говорит ему сумасшедший поступок глупый поступок когда ты сейчас ты это говоришь а не когда я сказал тебе то есть мягким языком поводом что уничтожит мир и так далее и продолжает и говорит им всевышний на армейском написано своими словами все объясню тебе объясню вам то есть я дал так много времени глобально для того чтобы попросить милосердия над миром куча времени было но когда услышал что ты останешься в ковчеге ты и так далее то есть только ты останешься в ковчеге я в голову не пришло а более мира и теперь когда мир исчез то есть да ты открываешь свой рот попросить у меня милосердия до всяких просьб и молений тяжелый вопрос и слова которые говорится и вышли но он ему говорит на ухазни дорогой ты есть критика есть критика от за то что но не попросил за его поколение за поколение потопа чтобы всевышний не наказал смылился и не принес поток когда он проснулся но только после потопа когда увидел то что произошло и мы кстати знаем вообще то есть мы этот только читает комментарии открывал книги то есть да знаком с медражами комментарии с раша знаком на главу но знаешь что это претензия появляется постоянно то есть в принципе есть постоянно претензия к но что дорогой а почему что это не занялся и не спас свое поколение и очень часто в этих скажем так и в этой критике в этом подходе критическом к ноху с критикой сравнивают ноха с другим лидером который этот лидер держал то есть тоже был на перекрестке когда грозила смерть и уничтожение тем кого он вел потому что который который про которого сказано руэн и иман да то есть верный верный пастух про сказано про ноха что он сумасшедший глупый пастух а про мушер об этом сказано что он верный почему мы читаем в туре что сказано да когда происходит грех золотого тельца всевышний хочет уничтожить то есть да уничтожить народ что первое что делать мушер обейну он говорит так этот народ согрешил огромный грех и сделали себе золотого бога он ему говорит если то есть да то есть простим грех если нету и сотри меня из своей книги всем известные слова мушер обе кстати наши мудрецы говорят уже то есть хазаль говорят что слово махэни сотри меня намекают на сказано в нашей авторе на голову но главе нох что это вторую книги шаяу в 30 50 50 4 главе и там случится фраза кемей мино но но мейно взот ли ашер нишбаты миг цоп алеха у мигар бах давайте про то есть и шаяу прочитаю перевод ну ну мы учили книги шаяу вы должны были знакомы быть вот звучит так ибо это это 64 глава девятый стих ибо это у меня воды ноха это авторах наши главы как клялся я что воду ноха не пройдут по и более по земле так поклялся я не гневаться на тебя не упрекать тебя собрали внимание как называется поток мейно воды но так называет всевышний поток почему называют так потому что но в отличие от мушер обеину не просил милосердия над народом израиля в отличие от мушер обеину труда просил милосердия над всевышним теперь самый тяжелый вопрос как человек который не просит милосердия начаться всевышним смотрит то есть скажем так мимо на беды своего поколения можно зваться праведником как он можно зваться человеком который нашел прелесть гласа всевышним цахэн бейна хэм т.к. мы прошлой голове читаем что в конце берешит мы читаем что он нашел то есть прелестный в глазах всевышний и он в этой главе мы считаем что человек праведное его поколение как можно знать причем более того про кого сказано что нашел прелесть в глазах всевышния про Мушера Бейну. Мушера Бейну сказано как это можно сравнивать? Что сделал такого? Он что, там, не знаю, кашрут соблюдал, очень праведный был, отделял по десяти, но не знаю, в чем его праведность проявляется? Если он смотрел мимо на беды его поколения, если он не просил милосердия. Неужели не просил, почему он милосердный читается? Перед тем, мы ответим на этот вопрос. Давайте немножко углубимся еще в одну вещь и поймем. Дело в том, что у нас есть еще такой момент, скажем так, который очень похожий на описание поколения ноха, то есть поколения потопа. У нас есть поколение, которое тоже стоит перед трагедией, и в конце концов трагедия происходит. Есть причина, почему она произошла. Это поколение разрушения храма. Это книга эфистская, которую мы тоже с вами учили. Если мы пойдем сейчас в книгу Ихискель и откроем книги Ихискель 22 главу то мы читаем там следующие интересные вещи. 24 глава. Начинаем читать, то есть, скажем так, немножко прыжками. И было слово Господне ко мне в году 9-м месяце, 10-м, 10-й день месяца сказано. Сын человеческий, напиши тебе с имя этого дня, сам этот день приблизится царь Бавеля к Иерусалиму в тот день. Это описание разрушения храма. То есть, да. И скажи дому мятежному притчу, скажешь, так, сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь также на ливневую воды, собери куски его в него, окажется, помните, кипящий котел, который разрушился, так далее, так далее. И чтобы ярость обрушилась, то есть, да, ибо будет кровь верушала, именно внутри него была, на сухой скале он пролил ее, чтобы возбудить ярость для свершения мести, и так далее. И так далее. Посему, так сказал Господь Бог, горе народу, городу кровавым, также я увеличу костер, прибавь дров, разожги огонь, развари мясо, размешай варево, пусть кости не выгорят, и так далее, и так далее. То есть, о разрушении он говорит. Почему это происходит? Я сказал, наступает беда, я совершу, не нарушу приговор, не прощу и не раздумаю, по путям твоим, по деяниям твоим осужден будешь ты, и так далее, и так далее. То есть, и так сказал, скажи, что я предаю осквернению, то есть, что я предаю осквернению Дом Израиля, и так далее, буду делать то же самое, и голову надо будет, и для Бога заменит, и так далее. Сейчас, прошу прощения. Ой, почему? Да, я не ту главу читаю. То есть, думаю, что читаю, то есть, это разжение, нет, это не 24, 22 глава больше. Потому что я ищу одно место, которое... Второе разжение, прошу прощения. А ты, человек, будешь ли судить, будешь ли город кровавый, тогда возвести ему в гнусности его. То есть, да, та же тема. То есть, да. И сейчас у нас будет город, проливающий кровь, среди своей, чтобы пришло время, вы делаете идол в себе, чтобы сверниться. Короче, снова идет описание того, что я читал в 24 главе, но это 22, потому что я искал стих, который очень важен здесь в нашем вопросе. И снова будет то, что будет происходить, и что Всевышний не простит, и не исправит, и почему, и так далее, и так далее. Сын человеческий стал для меня дом Израиля Аскалина, все они меди и оловы, железо свинец внутри горнила, и так далее. Посему, так сказал Господь, за то, что обратились все вы к Акалину, за это вот я соберу вас внутри ушелаемо собрание, и так далее, и так далее. И соберу вас, отдохну на вас огнем, негодование моего, расправився внутри него. Священники, я просто прыгаю, то есть, да, ее нарушают торму, и скверняли святыни моими, святыми, обыденными, делали различия между нечистыми и чистыми, не указывали различия, и от суббот моих отвратили глаза свои, я подвергался сквернению среди них. И вот теперь очень важная вещь. Князья и внутри нее подобно волкам терзают добычу, и так далее. А пророки обмазывают на них, на негодной замазкой, и так далее. Народ из земли притесняли приседением грабли грабежом. И я искал, вот это очень важная фраза, среди них человека, ограждающего оградой и стоящего в проломе передо мной за эту землю, чтобы я не погубил ее, но я не нашел. И излил я наивне в огне ярости моей, истребил их, пути их на головы и обратил слово Господа Бога. Что говорит Хискель? Что говорит Всевышний? То есть вся эта ярость проявилась, называется, за это движение. Но что не хватало? Ну, то есть нет, я не нашел человека, который встанет между мной и ими и скажет, то есть и скажет, нет, который встанет и скажет, я требую милосердия к этому народу. То есть говорит Всевышний, то есть пророк Хискель говорит, то есть слова Всевышнего, что для того, чтобы просить милосердия над народом Израиля, недостаточно молиться и просить милосердия. Нужно, чтобы человек, на иврите звучит фраза так, вейбакеш мегем ищ гудер гедер в умек беперец, то есть стоит, как это перевели, в проломе передо мной. Нужен человек, стоящий в проломе. То есть недостаточно просить, то есть имеется в виду, нужен человек, который возьмет ответственность. И только тогда он может просить милосердия. Только если он станет человеку, возьмет на себя ответственность, станет называться в этом проломе, он может просить милосердия. И смотрите, это то, что происходит в Мушер-Рабейну. Мушер-Рабейну в тот момент, когда слышит о грехе золотого тельца, первое, что он просит у Всевышнего, дать ей, то есть что он берет на себя ответственность, то есть да, и просит у Всевышнего навести порядок. Прежде всего. И Всевышний дает ему время, пожалуйста. То есть наведи порядок. Что делает Мушер-Рабейну? Мушер-Рабейну спускается с гресиной и наводит порядок. Он берет на себя эту ответственность. То есть сказано, и взял, то есть сказано там, и взял в главе Китеса, и взял тельца, который сделали, сжег его в огне, и растерл порошок, и так далее, и так далее, и стал Мушер в вратах лагеря, и сказал, кто за Бога ко мне, и взял человек, то есть меч его на чреслах его, и прошли, то есть, и они прошли от ворот до ворот в лагере, и убили, то есть да, брат брата своего, то есть и ближнего своего, и так далее. И было в следующий день, то есть я пропускаю, и сказал Всевышний народу, вы согрешили огромный грех, а сейчас я поднимусь к Всевышнему, и может быть, он простит ваш грех. То есть что делает? Мушера Бейну врывается, то есть пурец, становится посреди этих танцев и плясок в лагере перед золотым тельцом, берет весь это золото, все эти украшения и так далее, уничтожает это все, встает в лагере, призывает народ идти к Богу, кто за Богом ко мне, и естественно он рисковал жизнью, он рисковал, что извините меня, я его возьму за шкирку, то есть да, никто не ответит ему на его призы, и бросят его в огонь перед идолом, то есть или убьют его, но это его не остановило, то есть да, Мушера мог изначально отказаться, то есть да, дело с ним, что ты считаешь правильным, и так далее, но нет, Мушер выбирай стать и сделать дело, взять на себя ответственность, сделать то, что надо сделать, даже рискуя, и то вот теперь у него есть право просить милосердия, и его слова были приняты, и всего же не дал милосердия. Теперь, есть еще, кстати, один пример у нас, наших мудрецов, по поводу, когда не было взято ответственность, и по этому пришло наказание, то есть по поводу гнели, ярость Всевышнего обрушилась, и не было прощения. Это наши мудрецы объясняют, почему, во-первых, потомки Аврагама были приговорены к порабощению в Египте, то есть они были так должны зародиться, и они объясняют, наши мудрецы, что Аврагам не взял на себя ответственность за те души, то есть была война между, с пятью царями, когда Аврагам пришел защищать там с дом, то есть царя с дома, царь с дома предложил ему взять ответственность за людей, за душу и так далее, Аврагама вины не захотел. И сразу, можно полагаться на решение Аврагама, они были честные, правильные и так далее, он понимал, и у него, скорее всего, были очень тяжелые за и против, почему он решил, что он не будет брать ответственность за вот этих людей, и почему, да, он отказывает царю с дома. Всевышний продолжает с Аврагамом о вину говорить, причин у него было много, скорее всего, и он делал за, против и так решил, и Всевышний, то есть принял его решение. Но из-за этого он не смог спасти Сдом. То есть из-за этого в тот момент, то есть из-за того, что Авраам не взял ответственность за себя за Сдом когда-то, потом, когда он начал просить за Сдом, когда Сдом нужно было разрушать уже, он уже не мог приходить и просить у Всевышнего, чтобы Всевышний его, то есть в конце концов, он, да, торговался со Всевышним и так далее, но он не мог вымолить этим прощением, потому что Всевышний обрушил весь гнев на Сдом и Амору. То бишь в момент греха, то есть в момент действия, если нет человека, который, то есть, скажем так, построит забор, который встанет в этом проломе и возьмет на себя ответственность, то уже невозможно потом просить милосердия. поздно, как говорится, поезд ушел. Теперь, когда мы вот сказали эту вещь, вернемся к нашему Ноау. Ноау, скорее всего, да, просил милосердие за свое поколение. Я уверен, что Ноау молился за них, чтобы Всевышний простил. Что Ноау не сделал, Ноау не взял за них ответственность. Почему? У него, скорее всего, Ноау тоже была куча причин, почему не брать за них ответственность и почему он не отдалялся. Может, он боялся, то есть, он не смешивался с ними, то есть, не шел, конечно, что народ, может, он боялся за своих детей, за их воспитание, за их образование, за их влияние. Почему так произойдется? Поэтому предпочел держаться подальше от своего поколения. Он не пошел в народ, то, что называется. Но за это платится цена. Ты этого не сделал, ты не взял ответственность, ты не можешь просить милосердия. До свидания. Поздно. Кстати, из слов Рамбама, например, из Ламбама в законах Абудас-Зара можно, скажем, через путь отрицания, от обратного, выучить отношения к Ноу. Рамбам пишет так. Не было ни одного человека, который знал Всевышнего. То есть, тут нужно перефразировать на русском. Всевышнего знали в те времена, то есть, единицы. Например, Ханоху, Митушелах, Инох, Ишем, Веевер. И таким образом мир, то есть, дошел дальше и развивался, пока не вродился столб мира. И это Аврагам Авин. Кстати, конец нашей недельной главы. Появление Аврагам Авин. То есть, во времена, то есть, как бы, от творения человека, после первого человека, до появления Аврагам Авин, были единицы, которые знали Всевышнего и все. Весь народ там шел и жил по накатистам. И Всевышнего не знал. Теперь, появился Аврам и познал Всевышнего. И что произошло, пишет Рамбов. И когда узнал Всевышнего, он начал возвращать, то есть, это называется Лешим, чего-то он начал заниматься с людьми Урказдима. То есть, он начал внести им свет и судить с ними, и сказать, что их путь это не путь истины. И что они, то есть, пути, которые идут неправильны. И разбил он идола. И начал сообщать народу, что не надо им служить, а нужно служить Всевышнему, царю, то есть, мира. И как он доказывал им своими доказательствами больше, то захотел естественно царя убить его. И было его чудо. То есть, и вышел он с Харан. Харан, то есть, почему ушел с Харгазни, потому что хотели убить. И начал там стоять в электробы коль-гадоль, то есть, призывать сильным голосом и так далее к миру и сообщать, что есть Бог один и ему нужно служить. Пишет Рамбом дальше. И из-за того, что народ присоединялся к нему, приходил к нему и задавал вопросы на его слова. Он им объяснял каждому из них по его разумению и возвращал их правильной дорогой. До того момента, что к нему присоединились тысячи и десятки тысяч. И это люди дома Абраама. И он внес их в сердца, в сердца Икар-гадоль, то есть, огромную основу. Вот это вот. И написал книги и сообщил Ицхаку сыну своему, что он продолжал это делать. То есть, смотрите, что мы здесь видим. Рамбом объясняет Авраам Курэбе Коль-гадоль. Авраам берет ответственность. Авраам берет ответственность за весь мир и начинает сообщать миру о существовании Всевышнего и что нужно делать. И он таким образом тянет с собой тысячи до десятка тысяч людей. То есть, это что говорит Медрая, что он Гиер, то есть, Авраам делал Гиер. Нох, в отличие от него, не делал этого. То есть, Нох, он знал Всевышнего, но он не кричал, то есть, он не ходил, не доказывал своему поколению, что вот есть Всевышний, ему нужно служить и их пути неправильно. То есть, он не взял ответственность. Почему? Снова отдалился и так далее, то есть, не хотел с ним смешиваться и так далее. И у него были какие-то идеи. Но тогда он не может просить о них милосердия. То есть, и это тот разговор, который описывает словарно. То есть, что ты хочешь потом? Поздно, батья? То есть, ты теперь увидел, что произошло, но это поздно. Нужно было взять на себя ответственность. Кстати, очень интересно. Нужно понять слова Рамбома на эпохе Рамбома. В эпохе Рамбома, кстати, как можно понять эпоху Рамбома? То, что он сейчас написал про Авраама и так далее. Авраам живет, то есть, это мы понимаем на фоне Игерет Тайма. Игерет Тайма это письмо, то есть, послание в Йемен. И в те времена, во времена Рамбома есть две вещи. Ислам правит, то есть, правит твердой рукой в Северной Африке, в Испании и на Востоке, в Испании, то есть, в Древней Испании, он захватил. С другой стороны, христианство, то есть, твердой рукой правит в Германии и во Франции. Обе эти религии в те времена проливают реки крови еврейской. Реки крови еврейской. И поэтому в то время было ощущение, что Всевышний оставил народ Израиля. Нету Всевышнего. Все. То есть, народ начинает откидываться от Всевышнего. С одной стороны, переходит в ислам и так далее, то христианство по причине того, что здесь протекает кровь, и ничего не происходит. И никому, и всем наплевать. Это эпоха, когда живет Рамба. Что делает Рамбом? Рамбом в это время. Кстати, в его стране, он живет в Египте, то есть уже, тоже, когда он пишет послание. Он живет в Египте, в Египте он видит, как еврейский народ погрязает в караимстве. То есть, отходят от Торы тоже. Почему? Не знает базы вещей, не понимает заповеди и так далее, уходит в караимство, то есть, только отрицает устную Тору. Что делает Рамбом? Берет на себя ответственность. Он начинает писать книги. Этот комментарий, этот комментарий, напишет Мишнет-Ура, то есть, описывает все законы и так далее. Пишет философские труды, обращается в Таймана, объясняет, то есть, дай им вещи, то есть, говорит, как относиться к людям, которые приняли ислам насильно и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Принимает тысячи и десятки тысяч людей отвечает на письма и так далее. Он берет на себя ответственность. И это называется взять ответственность. И Рамбом таким образом, почему Рамбом в Йемене, за Рамбом так сильно идут, потому что он повлиял на поколения. Он их спас, еврейство Йемена, своими вещами. Он повлиял своими книгами, философскими и так далее, и вытащил из болота кучу евреев по всему миру. И в конце концов, то есть, мир начал еврейский изменяться во многих вещах. еврейский народ не потерялся. Почему? Потому что Рамбом взял на себя ответственность, как когда-то взял на себя Абрам. И если мы перейдем сегодня к вещам, которые стоят перед нами, то сегодня перед нами стоят много вещей. Во-первых, нам нужны очень сильно люди, которые будут стоять в этом проломе. Нам нужны люди, которые будут строить забор, люди, которые будут тащить других. Потому что у нас с нашим веселым правительством расшаталось очень сильно и падает еврейская самоиндентификация, что называется зовут Юлидит. Идейность, идеология. Люди погрязают полностью в материальном мире, в беготне за деньгами, в беготне за выживанием и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов вопрос, а кто возьмет ответственность за народ Израиля? Кто возьмет ответственность за Тору Израиля? Кто возьмет ответственность за сионизм, за еврейское самосознание в государстве Израиля? Кто это все будет делать, чтобы это было в следующем поколении, чтобы это не исчезло, чтобы ни разу ушлось? И этот вопрос обращается в принципе к каждому из нас. Насколько мы живем в ощущении шлифута, послания, в ощущении, что мы берем на себя ответственность за других. То есть будем ли мы тем, как сказали наши мудрецы, вместе генят человека, а ты будь тем человеком. Если нет человека, который строит забор, если нет человека, который стоит в проломе, как говорит Парарок, то есть что Парарок сказал, что Всевышний искал и не нашел, то это очень плохо для народа Израиля. И сказано по Макомшен Иштия Ишти, если нет такого человека, то ты будь этим человеком. И это председательство всему, то есть эти все вопросы перед нами ставит глава но. Эти все вопросы поднимает критика к но. Эти все вопросы поднимают с нас, и мы должны каждый знать, дать отчет перед Всевышним, перед собой, в первую очередь, перед Всевышним, а что я сделал? Стал ли я тем человеком по мере своих возможностей? Или моя хата с краю называется, я ничего не знаю. Или как говорили, называются они, как говорится, ашриюшвайвитеха, то есть, да, сейчас, то есть это счастливы, сидящие в доме, я в своем доме, то есть, да, и меня ничего не касается, главное, что у меня не окна. И это очень важная вещь. Важная вещь, где я готов быть тем человеком, где я готов нести этот шлихут, это послание, эту идею, эта вещь, для того, чтобы повлиять на будущее, для того, чтобы еврейский народ остался приближен к своему самосознанию, для того, чтобы еврейский народ не потерялся, для того, чтобы наша страна расцветала. где я. Это то, что поднимает голову. Поэтому иногда, когда человек выбирает и решает, как жить, что жить, иногда он должен думать, называется, иногда ему, ему придется даже, приносить себя в жертву в каком-то смысле, это быть тем человеком. Приносить себя в жертву, то есть, допустим, потому что иногда в жизни вот этого шлифу и так далее, иногда она делает так, что человек меньше зарабатывает денег и так далее. И он должен занять общественными вещами и так далее. Или это забирает, у него денег не мешает зарабатывать, но это, допустим, сжирает у него время. И он, скажем так, приносит в жертву свое личное время, так называемое. Но это ради великой вещи. Каждый он задаваться в вопросах. И это те вопросы, которые поднимает перед нами голова носа. Тоф, на этом я думаю, что мы можем закончить, скажем так, на таком вот призыве к каждому из нас. И, надеюсь, без рата шем мы сможем найти в нас силе, где каждый может дать, и чтобы мы не повторили ошибку Ноаха, а пошли путями Авраама. Не там, где он ошибся с домом, а там, где он сделал правильно, когда он взял на себя ответственность Авраам за людей и тянул их. Людей в Каздиме, потом и так далее. И вообще, то есть, то есть, то есть, то, что называется, Герны Фашот, когда приводил людей к правильной дороге. И, естественно, Мушарабейна. Мушарабейна вообще идеал, который стоит перед нами. То есть, праведного пастыря еврейского народа и лидера настоящего. И это, в принципе, туда, куда надо стремиться. То, на этом мы заканчиваем сегодня. Всех, кто нас слушал, запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я выключаю на этом запись. Субтитры создавал DimaTorzok